8 сентября мир шокировала новость о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Она скончалась своей шотландской резиденцией в Балмореле на 97-м году жизни, сообщила пресс-служба Букингемского дворца. Вместе с ней пошла целая эпоха, однако у королевы Британии были довольно необычные хобби и повадки, память о которых навсегда останется с нами. В частности, верховая езда была одним из главных увлечений королевы. Она любила не только кататься на лошадях, но и прогуливаться с ними. Для безопасности Елизавета II должна была одевать жакейский шлем, но всегда покрывала голову шелковым платком. Она за всю жизнь ни разу не пропускала королевские скачки, ежегодно проходящие в Аскоте. О визитах семьи монархов знали и букмекеры, поэтому заранее до турниров организовывали тотализаторы. Всем желающим предлагали отгадать, какого цвета будет костюм и шляпка королевы. Кроме того, королева – единственная гражданка Великобритании, у которой не было паспорта. Этот документ должен выдавать монарх, а Елизавета II не могла его выписать себе. Кроме того, она единственная в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, кому было позволено водить автомобиль без водительского удостоверения. Ее величество садилось за руль до 93 лет. Она училась вождению во времена Второй мировой войны. Стоит отметить, что она часто пренебрегала безопасностью, поэтому никогда не использовала ремень безопасности. Елизавета стала первой женщиной в семье монархов, которая формально служила в армии. С тех пор королева полюбила условные сигналы, которые должны знать только избранные. К примеру, если она хотела за пять минут покинуть светское мероприятие или трапезу, ставила свою сумку на стол. А если ее величество не имело желания ни с кем говорить, прикладывала сумку из одной руки в другую или ставила ее на пол. Ее фрейлины, младшее придворное женское звание, знали эти сигналы. Королева завидовала младшей сестре. Принцесса Маргарет, младшая сестра Елизаветы II всегда была элегантна, улыбалась и обладала хорошим чувством юмора. В отличие от королевы, которая с детства была более серьезной и щепетильной во всем, следовательно, благосклонность со стороны их знакомых легче удавалось получить именно младшенькой из королевской семьи Великобритании. Это в какой-то момент возмутило Елизавету, и она начала завидовать своей сестре. Один из самых распространенных фактов о королеве Елизавете II – то, что ее домашние любимцы – Корги. На самом же деле, Ее Величество приглянулось к этой породе собачек после Совета специалистов по ребрендингу семьи монархов. В 60-е годы они сказали, что маленькие собаки с короткими лапками и большими глазами создадут Елизавете правильный имидж. Королева ничего не ела с острыми краями. Ее Величество всегда соблюдало строгую диету. Конечно же, если это не сладости, перед соблазном которых ей трудно удержаться. Кроме того, Елизавета никогда не ела ничего с острыми краями. Все потому, что считала это дурной приметой. По его словам, в этой семье монархов даже не было квадратных бутербродов. Здесь традиционно считают, что приносящая пищу с острыми краями пытается свергнуть трон Англии. Также перед тем, как ложиться спать, королева Елизавета II выпивала бокал шампанского «Боллинджер Круг» или «Лансен» и прогуливалась на свежем воздухе. Это помогало ей лучше расслабиться и восстанавливать за ночь силы. Кроме того, еще до смерти ее мужа Филиппа, герцога Эденбургского, ее величество всегда спала в отдельной комнате. Ведь она была убеждена в том, что его храп или даже просто движение во сне способны ухудшить качество сна.